В эфире новости. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Актуальные вопросы спикеру. Первая пресс-конференция Валерия Кварча в новом качестве. История войны от ее героев. Встреча с ветеранами в Государственном музее Республики. В ожидании Воскресения Христова в чистый четверг отметили православные крестьяне во всем мире. Начнем с официальной информации. 19 апреля и в администрации президента Республики Абхазия состоится официальная встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. На встрече планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития Абхазо-российских отношений. Кроме того, глава МИД России примет участие в торжественной церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии. С победой на выборах поздравил избранного президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, спикер парламента Абхазии Валерий Кварча. Поздравление в частности говорится. Наши страны связывают прочные узы дружбы и взаимовыручки. Развиваются наши взаимоотношения в рамках двусторонних соглашений, а также в формате сообщества за демократию и права народов. Народное собрание парламент Республики Абхазия подтверждает готовность и далее содействовать многоплановому сотрудничеству с Республикой Южная Осетия. Первая пресс-конференция нового спикера. Повышение возрастного ценза для депутатов, запрет абортов, проблемы абхазского языка. Это лишь малый круг вопросов, которые журналисты успели обсудить со спикером Валерием Кварча в ходе пресс-конференции. Она прошла в пресс-центре Абхазского телевидения. Репортаж Ланы Казамба. Выборы спикера состоялись лишь вчера, а уже сегодня Валерий Кварча общался с журналистами. Их, к слову, на пресс-конференции было как никогда много, что говорит об интересе СМИ к новому созыву Народного собрания. Впереди у шестого созыва ряд организационных моментов, поэтому говорить о конкретных законопроектах пока довольно сложно. А вот обсудить последние решения созыва пятого, в котором Валерий Кварча был децеспикером, самое время. Одним из первых вопросов, поднятых журналистами, стала деятельность фонда социальной помощи Асхара, который предусматривает выплату 100 тысяч рублей абхазским семьям за рождение третьего ребенка. Асхара. Асхара. Среди трех вице-спикеров, также избранных накануне, нет ни одного представителя нового созыва. Многие журналисты считают, что нет среди них и оппозиционеров. Представители СМИ поинтересовались мнением спикера на этот счет. Получилось, как получилось. Я думаю, что старые есть тоже неплохо, потому что молодые должны учиться у старшего поколения. Но там есть еще и молодые, и Харазия тоже молодой депутат, хотя он был депутатом до этого. Ну, если бы подали кандидатуру, если бы проголосовали, конечно, были бы, но из тех кандидатур, которые были поданы, прошли эти товарищи, которых вы знаете. Высказал спикера свое мнение о переименовании села Арсаул в Приморское. Он по-прежнему, как и в бытность с парламентарием пятого созыва, считает это опасным прецедентом. Как вы относитесь к предложению группы граждан об отмене некоторых льгот депутатов? Так звучал следующий вопрос журналистов. Кварчи относится к инициативе. Отрицательно. Как это так? Если так, можно было бы другие тоже подумать над этим вопросом. Это вполне естественно, вполне законно. Так что, мое мнение, надо сохранять то, что у нас есть. Это мы сами не придумали ничего, разговаривали. Проблема сохранения абхазского языка перед нашим обществом стоит не первый год. Закон о родном языке есть, но не исполняется, отметили журналисты и поинтересовались мнением спикера по этому поводу. Закон хороший, считает Валерий Кварчия. По его мнению, проблема в нас самих. Кроме того, был задан вопрос об инициативе повышения возрастного ценза для депутатов, с которой Кварчия полностью согласен. Это не менее 30 лет или 35 лет. Я это сейчас не могу, как парламент, но такой вопрос будет стоять однозначно. Потому что человек нигде не работал ничего. Никакого опыта не имеет. И возраст такой. Это так легко относиться к кандидатуре депутата республиканского парламента. Несерьезно, конечно. Все комитеты, которые есть сегодня в парламенте, будут сохранены, отметил спикер. Он также подчеркнул, что поддерживает переход к смешанной избирательной системе. Кроме того, Валерий Кварчия считает, что новому созыву стоит вернуться к вопросу увеличения парламентских кресел до 45. Награда учителю за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения бывшему директору Меркульской средней школы Константину Дубар присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия». Указ об этом подписал президент Рауль Хаджимба. Представители Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии принимают участие в международной модели ООН в Пятигорске. Молодые люди имели возможность выступать в экономическом и социальном совете при проблематике международного сотрудничества в борьбе с ВИЧ-СПИД, участвовать в заседании ЮНЕСКО, повесткой дня которой являлась проблемой защиты культурных ценностей в условиях вооруженных конфликтов, а также ознакомиться с деятельностью информационного комитета, который освещал работу Международного суда. Узнать о войне от ее героев. На площадке Государственного музея составилась встреча студентов-третикурсников с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, с двумя героями Абхазии Фазлыбием Аветсба и Романом Гирием. Преподаватели и журналист Екатерина Бебе организовала для своих юных подопечных познавательное мероприятие, принять участие в котором они желали уже давно. Репортаж Амелия Сатурян. В ходе лекции по журналистике студентам много рассказывают о войне. То есть самое, что стало поворотным моментом в жизни многих людей, кто сегодня преподает этот интересный предмет. Именно в критической ситуации познается подлинное лицо человека, его слабые и сильные стороны. Узнав многое из уст своего лектора-журналиста с большим опытом, студенты изъявили желание встретиться с героями Отечественной войны народа Абхазии, о военном подвиге которых узнали во время университетских лекций. 13 апреля такая встреча состоялась в стенах Абхазского государственного музея. В прошлом бесстрашные танкисты, а сегодня почтенные ветераны, поделились своими историями со студентами. О том, как сложно было собраться ребятам, многие из которых были даже незнакомы с оружием, рассказал Фазлыбей Авидзба. Абхазского государственного музея Важно, что в трудный момент абхазскому народу присуще единство. Именно этот фактор стал решающим в войне и дальнейшей победе над более сильным врагом, говорит Роман Герия. Роман Герия. Студенты принимали активное участие в мероприятии, задавали ветеранам вопросы и высказывали свою точку зрения. Илона Квициния, сотрудник Государственного музея, журналист по специальности, отметила, как важно, чтобы преподаватель был заинтересован, передать студентам как можно больше знаний. Екатерина Бибиа смогла вырастить достойное поколение молодых журналистов, отметила она. Далее мероприятие продолжилось с участием школьников. Телекомпания Абазатовая продолжает проект «Биографический салон». Это центр встреч, посвященный исторической памяти и живым историям людей. В нашем сегодняшнем эфире героем салона стала ассистент координатора проекта «История. Память. Идентичность». Война разделила мою жизнь на до и после, как и всех людей, которые жили в Абхазии. И вот это вот дом, это была школа, институт, замужество, дети, работа и вообще мирная жизнь вся. Тбилиси для меня был абсолютно чужой город. Совершенно. Я не знала грузинского языка, я не говорила, не понимала. Я не знала город Тбилиси, и мы были беженцами. И мы получили все прелести беженской жизни, то есть без квартиры, без имущества. Надо было как-то выживать. И когда я стала с ними общаться, я поняла, что я их не понимаю. И они меня не понимают. Потому что я рассказывала им, что я пережила в беженстве. Как я ходила на рынок, продавала эту гуманитарную помощь. Как мы нуждались, как детей трудно было воспитывать. А они мне рассказывали, что они пережили. А вы думали, наверное, что им здесь было легче, здесь все-таки была победа, да? Да. Они у себя дома. Вам казалось, что им легче должно быть? Да. А оказалось, что нет. И я поняла, что я их не понимаю. Я поняла, что из-за этого непонимания я их теряю. И я поняла, что надо что-то делать. Надо что-то делать, чтобы найти то взаимопонимание, построить те отношения, которые у нас были раньше. Но как раньше не получалось. Потому что была война, потому что были потери, и потому что мы изменились. И они изменились. И я изменилась. Культура. Середина 50-х годов, после 17-летнего отсутствия Ильин возвращается в родной Ленинград. Из окна квартиры своей приятельницы он видит дом, в котором когда-то снимал комнату, вспоминает девушку, чувства которой сохранились в его сердце. Это любовь, зародившаяся где-то там, давно, до начала истории, до войны, до зрителя, который станет свидетелем переломного момента в судьбах двух одиноких людей. Знаменитая пьеса Александра Володина «Пять вечеров» впервые будет представлена в Абхазии. И, как рассказывает директор Государственного русского театра драмы, представление не несет цели развлечь публику или вызвать у нее смех. Его задача – заставить человека задуматься о себе, об отношениях своих с близкими, с любимыми людьми. Я уверен, что он понравится нашим зрителям, потому что, опять же, для нас это работа без прецедентного масштаба. Это спектакль, который не стыдно показать в одном крупном городе, в Москве, в Санкт-Петербурге. И это серьезная работа, которая показывает, что в Абхазии театр жив, развивается, и что все у нас будет хорошо. Масштабные декорации, световая партитура, эксклюзивная музыка и три месяца усердной работы дали свои результаты, которые по-настоящему сможет оценить только сам зритель. Молодой эстонский режиссер Антон Киселюс впервые ставит пьесу для такой большой аудитории. Он отмечает, что для абхазского народа, пережившего войну, премьера «Пяти вечеров» станет достаточно близкой и понятной. Вот эта безумная любовь к жизни, и любовь к людям, и любовь друг к другу, и любовь, и все будет хорошо. И даже через 17 лет надо ждать, и надо быть готовы, и надо все время быть готовы к этому счастью. Только бы не было бы, все будет хорошо. Именно поэтому это в Абхазии, именно поэтому это здесь. Спектакль «Пять вечеров» отличается большим накалом эмоций, сложностью актерской работы. Каждый артист по-своему переживал жизнь своего героя. Для кого-то выход на сцену в этот вечер стал дебютным. Работа была не тяжело, а приятная и здоровая. Советская была типология людей, это были совершенно иные люди, совершенно другого мироустройства, характера и так далее. Мне кажется, что одной из главных составляющих вообще всего вот этого водинского произведения, это вот именно были вот те самые люди, о которых и пошла речь. Мне кажется, что здесь вот одна такая составляющая общая человеколюбие должно было читаться. Главная роль Ильина досталась актеру Армену Амирбекяну. Отмечая несхожесть характеров со своим героем, Армен признается, играть человека с такой тяжелой судьбой непросто. Такой уверенный в себе и в то же время, конечно, сам себя бичует очень сильно, переживает за все содеянное. Потому что, в принципе, он испортил много лет своей жизни и себе, и своей любимой женщине. Это самая трудная работа в моей практике. Потому что здесь предельно нужно придерживаться реализма такого, который в жизни. Премьера спектакля пройдет в апреле четыре раза. Специально для тех, кто не сможет увидеть ее в этом месяце, Русдрам покажет представления 30 и 31 мая. В ожидании Пасхи. Чистый четверг отметили православные христиане во всем мире. Этот день Великого Поста напоминает о тайной вечере, последнем ужине Иисуса Христа с учениками, предательстве Иуды и даровании одного из главных таинств причастия. Илеонора Гелаян о преддверии Христового Воскресения. Великий четверг его еще называют «чистым». Время, когда начинается наиболее строгая часть Великого Поста и подготовка к светлому празднику Пасхи. В этот день Страстной недели вспоминают события тайной вечери, последнего ужина Христа с учениками, когда было установлено главное таинство веры – Евхаристия, святое причастие. Слава тебе, слава тебе! Традиционно в этот день верующие посещают храмы, готовят пасхальные блюда, пекут куличи, красят яйца и наводят порядок в доме. Но главный смысл чистого четверга – очищение не столько физическое, сколько духовное. Во всех православных храмах служат литургии. «Кто, Господи, слава тебе, губы, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе!» «Традиционно в этот день верующих посещает храмы, слава тебе, слава тебе, слава тебе!» С Великого Четверга до Светлого Христового Воскресения во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя. Элеонора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абазат АВ. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 14 апреля в Сухоми облачная временами дождь. Температура воздуха днем 14, ночью 10 градусов выше нуля. На этом пока все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова